Девушки отдыхают 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 себе занятия по душе. Орик Линг не представляет своей жизни без творчества, поэтому днями и ночами создает новые шедевры в своей мастерской. Амир Гросс силен в цифрах и точных науках, поэтому руководит одной из самых успешных IT-компаний в Тель-Авиве. А местный повар Йошуа Розенблюм просто взамен на шекеле радует всех местных жителей своими блюдами на завтрак, обед и ужин. Вы знаете, пробыв некоторое время в Тель-Авиве, я подумала, что национальный спорт это еда. Но нет, я ошиблась. Так и национальный спорт в Тель-Авиве это бег. Причем и днем, и вечером, и утром, и после бессонной ночи. О, бежит, 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 бежит. Глядя на местную набережную, кажется, что здесь собралось несколько спортивных сборных, которые активно готовятся к Олимпийским играм. Бегуны, футболисты, велосипедисты, любители спортивной ходьбы, серферы, в конце концов. Хотя у кого не спроси, все говорят. Какой спорт? Хотя если назвать спортом ношение пакетов из супермаркета в багажник машины, то я, конечно же, спортсменка. Самое тяжелое, что держали эти руки, это бокал с коктейлем. Кошерный, конечно же. А шахматы – это спорт? А для меня спорт – это сидеть и смотреть, как другие работают. Девочки, попробуйте тот еще фитнес для глаз. Несмотря на всю эту активность, здесь нет культа тела. Никому не нужны те кубики на животе. Все лишь хотят сохранить хоть какую-то форму и не стать размером с дирижабль. Ведь кафе и рестораны здесь просто на любой вкус. Ну а что вы хотели? Здесь все любят ходить в рестораны и клубы, а отказывать себе в еде и коктейлях нет. Как говорит моя подружка Сара, самая популярная пробежка здесь – это пробежка к любимому кошерному ресторану. Пройти к кошерному ресторан в Тель-Авиве вообще не проблема. Поэтому сейчас пойдем и отведаем кошерной еды. Что? Вы спрашиваете, что это такое? Идем. Все, посмотрим. Отведаем. У нас уже ноги не держат. Существует масса запретов, которые должен соблюдать истины иудеи. И больше половины из них касаются еды. Поэтому я обратилась за помощью к Йошуа Розунблюму, который как настоящий кошерный повар знает все о правилах кашрута. Башня зрели позади меня. Любимое место многих жителей Тель-Авива. Здесь находятся главные офисы крупных компаний и торговые центры. Узнала я, кстати, об этом инстаместе. Благодаря разделу Короче в Авиасейлс. Весь контент Короче собран местными жителями. Там много секретных мест и советов. Заходите, если хотите быстро узнать лучшее про город. Буду краток. Нельзя смешивать мясное и молочное. Для этих продуктов даже холодильники должны быть разными. Можно есть только ту рыбу, у которой есть чешуя и плавники. А значит, никаких вам креветок и бутерброда с красной икрой. Я вот, например, с детства знаю кошерное блюдо. Все его знают. Фаршированная рыба. Я пришла к шефу, который мне сейчас будет делать какое-то кошерное блюдо. Как называется это? Рыбные котлетки. А самое главное, что кошерная еда может быть приготовлена только иудеями. Даже огонь на кухне может зажигать только истинно верующий. Каждый день в 5 утра к нам приходит человек из Министерства религии, который проверяет все на кошерность. Если он найдет хоть какое-то несоответствие, то нас лишат звания кошерного ресторана. А это позор. Это, конечно, все очень интересно, но лучше меньше слов и больше дела. Ну ты мне скажи, это кошерная еда? Обижаешь. У нас другой еды нет. А вот как бы она выглядела бы не кошерной? Стоит добавить мелко нарубленную креветку, например, и не только блюдо, но и мой любимый ресторан перестанет быть кошерным. Как мне нравится вот есть. Все-таки это вот мое, особенно когда оно еще и кошерное, чтобы оно не значило. Так, ну что, тогда 5 минут и... Ты голодная? Да, я всегда голодная. Это я собираюсь с собой. Я жду. Хочу напомнить, что мы находимся в самом дорогом городе мира. Поэтому по ресторанам здесь особенно не находишься. Ведь на завтрак местные тратят примерно 100 шекелей. В то время как британцы за свой фирменный English breakfast заплатят в среднем 66. И то в одном из лучших ресторанов. Вывод один. Выгоднее родиться итальянцам. Я живу в Венеции. На завтрак трачу не больше 3 евро. В него входит кофе и круассан. Но на этом дешевизна Венеции заканчивается. Ну, вернемся в Тель-Авив. Здесь ужин на двоих в местном ресторане запросто может обойтись в 500 шекелей. Ну, что вы хотели? Только одно блюдо, которое я заказала, стоит 110 шекелей. Ну вот, так сказать, кошерный полдник нам никогда не помешает. Господи, как котлетки у мамы на кухне. И вот тот волшебный момент, когда я ем кошерную еду, вкусную, свежую, из четырех видов рыбы это все сделано, с зеленью. А мой оператор просто с камерой сидит. Ну, если вдруг вы не фанат кошерной еды, такое тоже бывает, или вам захотелось поесть в субботу, когда все кошерные рестораны закрыты, то для вас тоже найдется ресторан. Помимо кошерных ресторанов есть еще и нормальный ресторан. Мясо здесь кошерное, но в субботу они работают, сюда приходят целыми семьями. И здесь просто, это, знаете, как это не обед, а просто пир жизни, пир еды. Я не знаю, как это можно назвать. Но все это вот, не знаю, великолепие стоит для троих где-то 500-600 шекелей. Но мне кажется, что после такого стола я не буду есть больше никогда в жизни. А как только я решила больше никогда не есть, у меня сразу освободилось время для прогулки. Ну, чтобы нагулять аппетит, к ужину. Правда, с этой погодой далеко уйти не получилось. Тут так жарко, такая высокая влажность, что без воды вообще не обойтись. Врачи рекомендуют два литра в день, но я справляюсь с этими двумя литрами и за полдня. Местные вообще без воды просто никуда не выходят. В Тель-Авиве настоящий средиземноморский климат. Поэтому фраза «зимой снега не выпросишь» как раз про местную погоду. Зима теплая, но дождливая. И в последний раз несколько снежинок здесь выпадали 70 лет назад. Если вы приехали в Израиль или в любую другую страну мира и срочно нужна медицинская помощь, то вам поможет сервис на поправку. Здесь можно круглосуточно консультироваться в онлайн-чате с русскоговорящими врачами разных специальностей, которые помогут вам и вашим близким. Без предварительной записи квалифицированный доктор подключится за 15 минут. Это отличный формат для тех, кто ценит свое время и для путешественников, как я. Оформить подписку и пользоваться можно даже за границей. А с моим промокодом вас ждет скидка 15% на любой тариф подписки. Зато вот лето длинное и жаркое. Удивительно только одно. Как здесь умудряются выращивать фрукты и овощи? Ведь земля попросту к этому не приспособлена. Но я уверена, что хороших специалистов во всех сферах здесь предостаточно. Вы знаете, прежде чем стать ведущей, кем я только не была, и режиссером, и в салоне красоты даже какое-то время работала. Мне вот интересно, если бы я все-таки родилась в Тель-Авиве, как бы сложилась моя карьера. Потому что я продавала бы шоуру, поела бы. В общем, все время про еду. И вопрос-таки, как никогда, актуальный. Ведь где надо работать, чтобы комфортно жить в самом дорогом городе мира? И чтобы вы немного ориентировались, продавцы в магазине за месяц зарабатывают от 4,5 тысяч. Парикмахеры и мастера маникюра с легкостью могут зарабатывать около 8 тысяч шекелей в месяц. Юристы зарабатывают от 7 до 15 тысяч шекелей. А вот зарплата врача стартует от 10 тысяч. Средняя зарплата в Тель-Авиве после вычета налогов примерно 6 тысяч шекелей в месяц. А вот аренда небольшой комнаты может стоить 5. Я пока учусь в университете, работаю на заводе у отца. А по вечерам еще и барменом подрабатываю. И скажу честно, мне с трудом хватает, поэтому прошу помощи у родителей. Скорее всего, Жанна работала бы на двух, а то и на трех работах, как и многие местные жители. Либо же могла обойтись одной работой, если бы была айтишницей. Ну что ж, ни слова больше. Айти? Так айти. К тому же меня приглашал в свой офис Амир Гросс. Наша компания уже 5 лет разрабатывает клапаны для сердца, которые мы вживляем без хирургических вмешательств. Это уникальная технология, ведь клапан попадает в сердце через вену на ноге. Второй раз показываю вам Израиль. И второй раз будто попадаю в космос. Но это ведь просто фантастика какая-то. Вот смотрите, здесь ученые разрабатывают этот клапан. Туда заходить нельзя, там все стерильно. Вот видите, ходит человек с палкой, все проверяет, чтобы все соответствовало всем нормам, все функционировало. Вот эти клапаны, которые именно вставляют в сердце, через ногу, через вену, представляете, она вот такая вот, ну вот такая капсула небольшая, вот создается здесь. То есть, ребята, скоро мы все будем спасены. Потому что, вот есть, видишь, умные люди, которые создают это. Невероятно. Просто идем дальше. А вот здесь они проверяют его качество. Ну а в этой лаборатории оттачивают навыки его вживления. Только подумайте, никаких скальпелей, общих наркозов и мучительно долгого восстановления. Наши клапаны служат по 120 лет. Но если вдруг с ними что-нибудь будет не так, мы так же быстро и безболезненно его заменим. Я в шоке просто, понимаете? Так, ну идем дальше. Уже 20 человек вживили наш клапан и полноценно живут с ними. Хотя другие врачи разводили руками и не знали, как им помочь. Пока все работники заняты своими задачами, я хочу вам напомнить, что медицина в Израиле шагнула далеко вперед. Многие операции уже делают не люди, а роботы. Причем, если во многих странах эта операция напоминает средневековую пытку, то здесь даже скальпель иногда не используют. Но людей пока еще больше, чем роботов. Поэтому для хорошего специалиста место в нашей компании всегда найдется. Кто-то выбирает работу из-за достойной зарплаты, кто-то по зову сердца, ну а многие жители Тель-Авива выбирают ту, что советует мама. Моя мама скрипачка, поэтому она настоятельно рекомендовала мне заниматься на скрипке. Но это Израиль, и зарабатывать это наше призвание, поэтому скрипкой я не ограничился. Захотел открыть ювелирный магазин, взял и открыл. Приходит клиент и говорит, а что на вас надето? Мне нравится. Я сказал, что сам шил. И вопрос решен. Так я стал еще и дизайнером одежды. А если завтра кто-то скажет, что у меня прекрасная прическа, то прямо здесь, посреди магазина, могу начать стричь. А почему нет? В Израиле все возможно. И несмотря на то, что у Ури успешная мастерская, где он делает ювелирные украшения и одежду шьет, которую раскупают на ура, скрипки все же на первом месте, ведь слово мамы закон. Есть даже такой анекдот. Еврейская мама говорит сыну, у тебя, Монечка, конечно же, должно быть свое мнение. И мама тебе сейчас его расскажет. Я думала, что только мы с вами знаем и любим такие анекдоты. Но раз пошла такая жара, то я решила узнать у жителей Тель-Авива, какие еще анекдоты о себе они знают. Госпожа Горовец, так зачем вы избили своего мужа? Да не била я его, просто пыталась до него достучаться. Сыночка, говорит мама, кто бы она ни была, знай, она мне уже не нравится. Соломон, шо такое? Ты уже четвертый раз разводишься. Неужели все женщины такие привередливые? Нет, только мама. И как вы видите, почти все анекдоты про маму. Ведь еврейская мама это целое явление. И спастись от этого явления можно, сбежав на работу. Причем, прихватив с собой заодно и собаку. я в офисе, я не в приюте животных, видите, тут ходит, тут работает 80 человек, тут работают айтишники, ученые, доктора, собаки, понимаешь, бегают. Но я иду в кабинет к человеку, который волнует меня больше всего. секретарь ходит меня, снимает, понимаешь, вот сюда. Шалом? Шалом. Я так хожу. То есть, я вот правильно поняла, что вот это вот офис, где разрабатывают какие-то космические нововведения, а вы главный человек в этом офисе, который отвечает за хорошее настроение людей? Да. В чем заключается ваша работа? Что значит, надо делать это? Всех веселить надо теперь 80 человек? Мы не бегаем с бубном по офису и никого не веселим. Мы создаем комфортные условия. Поздравляем с праздниками, устраиваем сюрпризы, а также можем, например, забрать детей из школы и заниматься с ними, пока их родители работают. Что ты заканчивал? Как ты сюда попала? Я получила диплом психолога. Сейчас получаю степень по менеджменту и бизнесу, а также беру лекции по управлению персоналом. То есть, не аниматор, я поняла. И хорошо платят. Так, я ухожу, я не могу. Во мне эта зависть вырастает в огромной прогрессии. Удачи вам. Все. Чао. Бай-бай. Да. офис. Вот уже, смотрю, люди с чемоданами, мои коллеги, так сказать, видишь, все вот сидят, как вот в кино и работают. Ну, в общем, что, как раз, что очень тихо, собаки гуляют, женщины работают, мужчины тоже работают. Я иду, чувствую себя какой-то, не знаю, дурочкой. Ну, ничего не важно. Рабочий день здесь длится девять часов. И кого бы я не спросила, как им работается, все без исключения довольны и счастливы. Здесь как дома. Мы как одна семья. Тут всем нравится. Пойду-ка я еще у человека за стеклом спрошу. Он здесь явно главный. Мне вот все рассказали, что у вас в офисе все такие френдли, все так любят друг друга, помогают так друг. Ну, скажите, Стараемся. Ну, а бывает такое, что кто-то бесит, раздражает, кто-то, хочется с кем-то поругаться, в конце концов. Конфликтные к нам не попадают. Мы устраиваем тщательные собеседования, чтобы их распознать и не брать к нам на работу. Ну, то есть моего бы оператора бы никуда бы не взяли, понимаете? Это еще тот псих. А про режиссера просто молчу. Ну, не буду вас отвлекать, это межинтересно. Приземлившись в Тель-Авиве нельзя терять ни минуты. Компания Киви-Токси встретит вас в аэропорту, комфортно довезет до отеля, даже если вы путешествуете с детьми или большой семьей. А водитель расскажет о всех достопримечательностях и посоветует, что именно стоит посетить. Если планируете свое путешествие, в ближайшее время используйте промокод, который даст 5% скидки. Если вы еще не начали подыскивать курсы айтишников, то я сейчас ускорю этот процесс. Каждый, кто здесь работает, получает очень достойную зарплату, которая позволяет жить комфортно в самом дорогом городе мира. Кроме того, у каждого работника есть акции, компании и просто море бонусов. Для нас важно создать такую атмосферу, чтобы работники ни за что не волновались и были сконцентрированы только на своем деле. Когда человеку хорошо, то он показывает более высокие результаты. Мне, конечно же, никто не раскрыл условия своего контракта, но, как мне рассказали местные жители, айтишники зарабатывают от 10 тысяч. Шекели совершенно спокойно. Если раньше еврейские мамы мечтали о том, чтобы их дети стали врачами или юристами, то сейчас, когда ребенок рождается, мама мечтает, чтобы ее ребенок стал айтишником. В среднем каждая жительница Израиля рожает троих детей. Но все логично. Первый рождается врачом, второй юристом, а третий айтишником. Все сходится. Роды в Тель-Авиве бесплатные, так как у каждого резидента есть страховка, которая покрывает все больничные расходы. Могу сказать одно, вот где бы я рожала и рожала, так это в Израиле. Потому что эти роддома я могу сравнить с курортом или спа-салоном. Ну, не считая самого момента рождения ребенка, конечно. Этот процесс в любой стране далеко не райское наслаждение. Но зато, когда все закончилось, так сказать, можно пойти к шеф-повару и заказать бельгийские вапли с шоколадом и сделать себе чашечку кофе. Ой, потом можно пойти за покупками для малыша. Ну, вдруг ты ничего не успела купить перед родами. А потом все это дело можно закончить маникюром и новой прической. Помните, пару лет назад я уже была в роддоме в Израиле. Угадайте, с одного раза я хотела туда рожать или на маникюр. Ну вот так вот, ребята, если вам надоело лежать после родов в палате, вы можете прийти сделать маникюр, педикюр прямо здесь, выпить кофе, зайти в магазин, купить пижаму, халат, новое платье, цветы, все что угодно, салат, поесть. Я просто в шоке. Идем посмотрим, что еще тут есть. Класс! Вот это больница, вот это я понимаю. Единственная сложность это толпа родственников. Все очень мило и приятно, но я только что родила на свет ребенка. Дайте маме тишины. Хоть в соседнем городе рожай. Ей-богу. Государство поддерживает рождаемость, поэтому родители после выписки получают чек с 1700 шекелей. А также служба национального страхования автоматически на банковский счет выплачивает всем жителям Израиля ежемесячное пособие на детей до их 18-летия. В общем, рожай не хочу. Вот правда, с появлением ребенка появляется много вопросов, которые надо решать ежедневно. Взять хотя бы детский сад. В Израиле нет государственных детских садов для детей до трех лет. Представляете, если у тебя родился ребенок и тебе нужно идти на работу, то ты можешь отдать его в частный детский сад, который стоит в Тель-Авиве 3000 шекелей. Если тебе не повезло и нет мест, потому что их нет, то можешь взять няню, в два раза дороже заплатить и пойти по миру. Вообще, без копейки денег остаться. И при том, что сад стоит баснословных денег, в них никто не учит с детьми алфавиты, составы чисел и фразы на английском или китайском. Основная задача воспитателя – это присмотреть за ребенком и накормить его. У тебя машина, а у тебя вообще какой-то калейдоскоп событий просто. То есть, дети поели, да? Дети поели? Я не ела. Не ела? Поела? Нет. А, нет. Ну вот, ребенок не поел и счастлив. Я тоже не ела сегодня. Хочу, знаешь, фигуру держать, чтобы красиво быть. Ты хочешь быть красивой? Да? Нет. А, нет? Я уже. А, ты и так красивая. Понимаете? Самооценка с возрастом улетучивается. Знаешь, ты хочешь быть красивой, а не всегда получается. Пока я себе общалась с маленькими девчонками, воспитательница как-то косо на меня смотрела. Я уже думала, ну, может, с прической что-то не так, или я одета странно. Ну, может, голос мой женщина удивил. Не знаю, понимаете? Но, оказывается, причина была совсем в другом. Вы знаете, я общалась, общалась, думала, что я общаюсь с девочками. А эти девочки оказались мальчиками. Потому что, оказывается, здесь до трех лет детей не стригут, поэтому они все с длинными волосами. Ну, я и подумала, знаешь, мало ли. Детский сад при желании можно найти в любом районе Тель-Авива. А вот найти хорошую квартиру для аренды гораздо сложнее. Я нахожусь в самом центральном районе Тель-Авива. Сейчас пойду к своей знакомой и узнаю, сколько же вот в этих домах стоит аренда. Это же просто сумасшедшие деньги. И что-то мне подсказывает, что сумма меня опять впечатлит. Так, ну, показывай. Так, белая, вроде просторная такая квартира, да? Она просторная и район отличный. Я снимаю ее вместе с подругой и сейчас мы заходим в ее комнату. Ну, а ты должна знать, что когда мы сюда въехали, здесь были голые стены. Серьезно? То есть вы заезжаете просто голые стены и вообще ничего нет, только розетки? Были розетки, сантехника и вот этот кондиционер. Я поняла. А твоя комната где? А комнаты моей новой знакомой оказалось больше. Кажется, я начинаю догадываться, кто здесь главный. Заезжая в апартаменты, всегда надо иметь сумму на покупку мебели, так как каждый сантиметр надо обустроить самостоятельно. На все про все ушло примерно 10 тысяч шекелей. Так как мы находимся в самом дорогом городе мира, то даже известный шведский мебельный магазин здесь продает мебель по ценам дорогой итальянской мебели. У тебя комната побольше, чем у подружки. То есть это означает, что ты платишь больше, чем она или нет? Нет, мы все делим поровну, так как эту квартиру нашла я и многие залоги я вносила самостоятельно. При том, что такая квартира в месяц стоит не меньше 10 тысяч шекелей, то плюс к этому надо сразу заплатить за еще один месяц аренды, плюс залог на случай порчи имущества, ну и, конечно же, комиссию риэлтору. Тебе кто-то помогает или ты полностью все сама зарабатываешь себе на жизнь? Все сама, поэтому и квартиру делю с подругой, чтобы сэкономить. Квартира всего 70 квадратов, но за коммуналку все равно выходит приличная сумма примерно 900 шекелей в месяц. Несмотря на то, что Тель-Авив самый дорогой город мира, коммуналка здесь не самая дорогая. Чего не скажешь о городах Германии, Словении и Африке. Австрии. Просто без комментариев. Дешевле греться костром в лесу, чем включить домотопление, а возможно и теплее. Хорошо хоть шницель готовится быстро. Уходит не так много газа и электричества. Какая еще коммуналка? Мы просто подключились к фонарному столбу. Спасибо, что уровень зарплаты помогает оплатить всю эту коммуналку. Так что, если ты, дорогая, родилась в Тель-Авиве, засучи рукава и доброе утро. Работа! Ведь после оплаты, аренды, внесения миллиона залогов, тебе же еще и питаться чем-то нужно. Правда? А сколько на это понадобится денег? Сейчас я вам расскажу. Конечно, меня сложно удивить, но тут получилось. Чтобы в Тель-Авиве взять корзинку и пойти в супермаркет, нужно, внимание, не копеечку засунуть, как везде, по сути, нужно нажать свой номер паспорта, автомат тебе говорит, говорит, привет, Жанна, бери колясочку, ты берешь колясочку, идешь, делаешь все свои дела, потом ставишь коляску, нажимаешь, и мне говорят, Жанна, спасибо, что ты вернула коляску, иди с Богом. Если вдруг я коляску не вернула, мне на телефон приходит смс, Жанна, где коляска? Ну, если вдруг, знаете, поехала, там, машину загрузила и уехала, и оставила коляску. Вот так вот. А сейчас изучим ассортимент. Ну, понимаете, в Израиле на самом деле все очень дорого, в ресторанах дорого, поэтому я пришла в супермаркет посмотреть, какие тут челом, какие тут цены. А цены тут немаленькие. Я попробовала арбуз, очень сладкий, очень свежие все овощи, фрукты, очень вкусно. Ну, я, правда, конечно, морковку не грызла, бананы вот тоже я не ела еще какие-то, они такие подгулявшие. Но, в принципе, я хочу сказать, что, класс, вот люблю вот это вот. А что я люблю, поесть? Ну, идем дальше смотреть цены. Да, интересно. Пока две минуты ходили по супермаркету, у меня тут же появилось несколько соведущих. Знаменитая израильская картошка, не побоюсь этого слова. Шалом. Господи, я не могу ничего понять, понимаешь? Ходят люди, все улыбаются мне. То есть, я хожу вот с таким вот лицом, они мне ходят и улыбаются. Может, у них что-то не то. То ли вот я делаю. А мой оператор вообще, знаешь, ходит вот такой всегда. Так вот, израильская картошка, которая продается по всему миру. Пожалуйста, 5,90. Думаю, меня поймет абсолютно любая хозяйка. Ведь, попадая в магазин, редко будешь ограничиваться списком продуктов, которые планировал купить. Поэтому меньше 400 шекелей потратить просто невозможно. Ну, а что вы хотели? Молоко стоит 7,70. Десяток яиц 24,90. Консервы почти по 13 и по 20,50. А три буханки хлеба отдают за 29 шекелей. Пакет морковки стоит 3,90. А картофель есть за 3,90 и за 4,90 в зависимости от сорта. О, молоко, посмотрите. видите, цена 8,7,6 и написано, что цена под государственным контролем. Все, потому что если стоит 6 шекелей, то 6 шекелей, понимаете? А вот не вот это вот ваше вот это 6,50. Так, закрываем, закрываем. Молоко вообще, какое хочешь. Рафаэль сейчас работает директором похожего магазина. Хотя 8 лет назад начинал свой путь обычным кассиром. И учитывая, что он репатриант, из Бразилии, никто особо не верил в его карьерный рост. Я сейчас иду в гости к людям, которые когда-то сюда прилетели, будучи репатриантами. Каково это приехать в чужую страну и начать жизнь с нуля? Сейчас я все и узнаю. репатриация в Израиль это процесс возвращения на родину или получения израильского гражданства людьми с еврейскими корнями. Поэтому самое важное правило надо быть евреем. Салия и Рафаэль со своим сыном Ариэлем и псом живут в небольшой квартире с двумя спальнями и тесной кухней. Но учитывая, что квартирный метр в Тель-Авиве может стоить 20 тысяч шекелей, семья Коэн очень неплохо устроилась. Чтобы вообще стать репатриантом, что нужно для этого? Такой процесс обычно занимает полгода, но мы затянули и потратили на это полтора. Нам надо было собрать полный пакет документов. Там были и свидетельства о рождении, и справки со всех инстанций, которые только можно представить. В общем, надо было собрать всю свою жизнь. Когда вы приехали, что вам государство, как вам помогает, кто вам помогал вообще здесь интегрироваться? Нам помогали буквально все. Стоило нам приземлиться, как нас встретили. Выдали паспорта, дали деньги, чего мы не ожидали, симки для телефонов и даже оплатили такси из аэропорта в город. На второй день нам оформили медстраховки и 4 месяца мы жили абсолютно бесплатно в центре абсорбции. А сложности какие были? Переезд это всегда как плюсы, так и минусы. Сложно было с языком, но мы быстро втянулись. Вот так вот принимает земля обетованная своих. Правильно, своих. Ежегодно в Израиль эмигрирует почти 30 тысяч человек. Их не останавливает ни дороговизна, ни жара, ни густонаселенные населенные города. Ведь они мечтают только об одном вернуться на родную землю. Государства всячески помогают репатриантам интегрироваться в общество. Поэтому никто не чувствует себя здесь чужим. А ты приехал, то есть, получается, ребенком. Тебе было легче интегрироваться, чем родителям? Вот как вы наблюдали за ребеночком своим? Если честно, сначала было стрёмно. Я знал только испанский, а здесь все говорят на иврите. Я вообще ничего не понимал. А сейчас мне Тель-Авив очень нравится, здесь круто. Ну, а эту квартиру вы уже как купили или снимаете сами, или вам еще помогают? Помогают? Нет, пока мы не можем позволить себе купить даже такую маленькую квартиру. Хватает только на аренду. А это 6300 шекелей в месяц. Спрос на аренду жилья есть всегда. Ведь купить свою квартиру в Тель-Авиве могут позволить только очень богатые люди. Даже айтишникам придется подыскать халтурку, чтобы насобирать на нее. Хотя когда в айти офисе я увидела кухню, то поняла, что квартира им, возможно, не очень-то и нужна. Сейчас покажу. Мы заходим, так сказать, в сердце компании на кухню. Итак, бананы, яблоки желтые помидоры, лимоны, хлопья всех видов, то есть нарезаны уже огурцы, помидоры, тосты, масло оливковое, соусы, посуда. Поставили открытый холодильник, посмотрим, что тут есть. А тут богатство! Слышишь, мне вот эти ваши технологии, это все прекрасно. Вот, пожалуйста, посмотрите на холодильник айти компании. все, что душа захочет. Ну да, я бы и сама не очень хотела домой, будь у меня офис с такой кухней, или хотя бы просто офис, а не съемочная площадка. То есть я не могу понять, почему я все-таки закончила режиссуру и работаю с людьми, которым надо постоянно поднимать настроение, потому что постоянно они недовольны, это эти творческие люди, это эти режиссеры, ну вы же понимаете, все не так, все не там. Ой, класс! Но вернемся к проблемам израильским, а то все обо мне, да обо мне. Когда видишь цены на недвижимость, то волосы встают дыбом. Средняя цена за квадратный метр в Тель-Авиве составляет 20 тысяч шекелей, то есть небольшая двушка запросто может стоить миллион. Чтобы вы понимали, похожая квартира в Осло стоила бы 700 тысяч, а в Женеве 800. И я сейчас назвала два не менее дорогих городов, которых тоже все берутся за голову, когда видят ценники. Одна квартира в районе Яфа даже побила мировой рекорд. 1480 квадратных метров оценили в 41 миллион долларов США. Да, квартира в центре Лондона у Бэхамов дешевле и скромнее. Но если ваша челюсть еще держится, то приготовьтесь узнать, какой здесь налог на покупку машины. Налог зависит от массы факторов. Минимально он составляет 100%, то есть будущий владелец авто платит двойную цену. А вот если захочется машину премиум-класса, то надо быть готовым переплатить 144%. Но, судя по всему, Мошея все эти цифры не пугает. Он просто имел их в виду. Ведь пока одни взвешивают все за и против покупки машины, другие вынуждены начинают любить общественный транспорт. Мой давний знакомый каждое утро заходит в свой необъятный гараж и выбирает одну из многих своих машин. Сколько машин здесь? 45 штук. То есть это все твои машины? Да, часть из них коллекционные, а часть дорогие сердцу. Здесь также хранится мое коллекционное вино. машина, это не гараж, это музей. Так и есть, это музей моей жизни. Мошея хоть и 76 лет, но пенсионером его назвать сложно, ведь он по-прежнему ведет три крупных бизнеса, а также знаком со всей политической элитой. У Мошея в гараже не только коллекция машин, но и несколько помещений, где можно отлично провести время. Мошея а что это за зал? Это какой-то банкетный зал у тебя или что это такое? Здесь собираются мои друзья. У меня 40 тысяч бутылок вина и я их покупал не для красоты. У тебя друзей? Мой оператор тоже хочет быть твоим другом. А это лучшая бутылка вина прошлого века. 50 тысяч долларов такая стоит. О, почти как машина. Ну а так как и мы и алкоголя здесь есть несколько оздоровительных комнат для настоящих зошников. Первый джакузи. Во второй спортзал. Утром зарядка у тебя здесь? Да. Сколько ты проходишь на беговой дорожке? 5 километров и новости смотрю. Я скажу, что я прохожу 5 километров и задыхаюсь, боже мой. А про оператор молчу. Тот вообще знаешь. глядя на Машист сложно поверить, что он пенсионер. Раскрой секрет, где брать энергию в 76 лет. У меня оператору еще и 40 нету. Еле передвигается к вечеру, понимаешь, такой вообще несчастный. А ты такой живой. Мой рецепт прост. Спорт, правильное питание и дорогое вино. Слушай, ты мне скажешь, ты всегда был такой активный в жизни? Или все-таки во второй половине жизни она стала у тебя насыщенная? Всегда был таким. Я военный летчик, и когда в бою потерял руку, многие говорили, что будет сложно. А я всем доказал, что все границы только в голове. Я всегда вижу цель и не вижу препятствий. Маша, ты не только герой Израиля, ты теперь и мой личный герой. Жанна, а поехали на мою яхту. Еще и яхта есть. Вертолета нет? Есть. Зачем я спросила? Давай лучше на яхте тогда. На яхту мы ехали на одной из машин, которая стоит как два дома. Ну а что, красиво жизнь не запретишь. А как только мы приехали на яхту, я окончательно поняла, что о сумме пенсии мне нет даже смысла спрашивать. Добро пожаловать! Здесь мы выпивали с Кеннеди. А тут загорали несколько голливудских звезд. Мошей всю жизнь очень много работал. Он забывал о отпуске и выходных, чтобы в свои 76 лет коротать свободное время на собственной яхте с известными людьми. Чтобы катать на всех своих машинах близких и родных людей. Чтобы иметь дом, в котором с радостью будут собираться все дети и внуки. Только от вашего выбора зависит то, как вы встретите свою старость. И от ваших сегодняшних действий будет зависеть то, что вы будете иметь через 5, 10, 15 лет. Ведь на голову может свалиться только проблема. А за собственное счастье надо бороться. в 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Если вы думаете, что на этом все, то вы ошибаетесь. Смотрите во второй серии про Тель-Авив. Начинаются проблемы. А проблемы здесь любят делать дети своим родителям. Из-за этого многие вырастают неприспособленными к жизни. Мы же, в свою очередь, должны оперативно отреагировать на это и связаться с полицией. Я узнаю ответ на один из самых главных вопросов Вселенной. А мужчины тут гулящи. В чем отличие жителей Тель-Авива от большинства израильтян? Пока половина страны даже кнопку в лифте боится нажать, мы себя мало в чем ограничиваем. Куда иссяк весь мой фонтан энергии. Ребята, все, это не для меня. И где открылось второе дыхание? Наверное, я бросаю работу. Мне нравится тусоваться. Обязательно задам один из главных вопросов всех выпусков. Как живут пенсионеры в Тель-Авиве? В общем, самое интересное, нам еще только предстоит узнать. Бывают, конечно, и драки. Я нуждаюсь в любви. Я хочу, чтобы меня любили. Занято все, подождите. Не пропустите вторую серию про Тель-Авив.